Решение принято. 23-я конференция Московского областного регионального отделения Единой России подвела итоги за год и поставила задачи на 2019-й. О стратегии работы правящей партии в регионе говорили в подмосковном Одинцове. В конференции приняли участие около 230 делегатов от 63 местных отделений партии. Нынешний политический год выдался богатым на события. Страна выбирала президента, а жители Подмосковья – губернатора. Большинство поддержало действующий курс правительства, нацеленный на формирование комфортной среды и в городе, и на селе. В 2019 году важное внимание будет уделено пятилетней программе по индивидуальному преобразованию муниципалитетов Подмосковья. И наша задача – принять в этом активное участие. Сохранение высокого темпа преобразований в Московской области – основная задача Единой России. О конкретных шагах в начале будущего года расскажет губернатор Андрей Воробьёв в ежегодном обращении. «Именно сейчас формируется программа губернатора. Наша самая важная задача – чтобы эта программа была реальной». На 23-й конференции было обращено внимание на исполнение так называемых партийных проектов. Не так давно их было 25, и теперь число сократилось до 14. Сделано это для того, чтобы обратить внимание на качество их исполнения, ведь конечный результат должны оценить жители. Кстати, Московское областное региональное отделение «Партия Единой России» за год получило первое место в Российской Федерации по активности своей работы. Щелковский район отмечен в числе лучших в реализации интернет-проекта, направленного на освещение темы выборов. Эта тема была самая обсуждаемая в России. Щелковский район в рамках партийной работы прозвучал в некоторых проектах хорошо, в десятки сильнейших районов. Ну а, конечно, в рамках работы по выборам нам ещё необходимо усилить эту работу партийную. По итогам выборов депутатам-единоросам областной думы поступило более тысячи наказов, которые предстоит систематизировать в государственные программы. И малые наказы, которые считаются, ну, может быть, для кого-то несущественными, а для тех, кто эти наказы формировал, они являются очень важной составляющей жизни. И большие вопросы, которые связаны в большей части с социальными объектами, это, естественно, отражается в дальнейшем и в принятых законах, которые мы стараемся адаптировать к той самой жизни на земле. Ну и в принятых финансовых документах. Новый импульс в работе руководства регионального отделения даёт ротация членов. Восемь человек прекратили работу на их место, пришли другие. В списке утверждённых кандидатур – министр ЖКХ области Евгений Хромушин. Поддержку, продвижение проектов и инициатив сторонников партии, активистов, некоммерческих организаций и объединений жителей окажет Центр поддержки гражданских инициатив. Сейчас формируется его региональный наблюдательный совет. Экспертами и наставниками выступят представители различных сфер общества, профессионалы своего дела. Те лидеры общественного мнения, те неравнодушные граждане, те НКО, которые есть на территории Московской области, чтобы они сотрудничали как раз со сторонниками, с партией «Единая Россия», чтобы получали информационную поддержку какую-то, получали юридическую поддержку. И, соответственно, будет у нас создан экспертный совет, который, так скажем, будет пропускать и изучать те инициативы, которые предлагают граждане НКО. Работу оригинального отделения «Единороссы» признали удовлетворительной. В ходе электронного голосования также были избраны делегаты на 18-й Всероссийский съезд партии. Он пройдёт в Москве 7 и 8 декабря. Михаил Налётов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щёлково». Спасибо. 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 Спасибо.